Музыка Людмила с детства начала заниматься вокалом. В пять лет мама отдала ее в музыкальную студию. Различные певческие конкурсы оказались для нее привычными, а в 17 лет она решила посвятить свою жизнь творчеству. Одной из целей девушки стало принять участие в популярном вокальном проекте. Я очень много пробовалась в этот проект, я не буду говорить сколько раз, потому что это еще началось, наверное, с детского возраста. Я еще достала в детском возрасте этот проект, но как-то удача мне никак не разворачивалась. А тут я решила, ну, была не была, пойду еще раз, и все так сложилось, что вот я пришла на слепые прослушивания, ко мне развернулись все наставники, и по итогу я оказалась в финале. Для Людмилы уже не важно, насколько большой будет аудитория, перед какой она выступит или станет петь в прямом эфире. Главное для певицы бороться до конца. За 15 лет выступлений она выработала в себе самые необходимые качества. У меня есть такое качество, как умение, наверное, быстро собраться. То есть уметь собраться с собой, со своими эмоциями, со своим волнением. То есть я могу контролировать ситуацию. То есть бывает такое, у каждого количество бывает, особенно у начинающих, когда ты выходишь, и ты все, ты разобранный, и ты не знаешь, что делать на сцене. Не потому, что ты плохо репетировал или еще, а просто не хватает опыта. В финале конкурса Людмила заняла четвертое место. Останавливаться на достигнутом точно не собирается. Будет и дальше совершенствовать свое профессиональное мастерство. На данный момент у вокалистки уже есть свои авторские проекты, которыми она готова порадовать своих слушателей. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.